Всем привет! Меня зовут Женя Гейн. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Я хочу заварить себе какао. Подождите. Этот какао-порошок я заказывала на сайте iHerb. И теперь я его пью практически каждый день по утрам вместо кофе. В этом какао есть три компонента. Это темный какао, сам порошок, рейши, это гриб, и кардицепс. Вроде так произносится тоже китайский гриб. Грибы эти издревле применяются в Китае, в тибетской медицине и так далее. И вот дошли до нас наконец эти уникальные свойства и добавили все это дело в какао, так как сочетается по вкусу. И на вкус этот какао, как обычный какао, он не сладкий. Но хочу предупредить, если вы вдруг не любите горький шоколад, именно сам вкус темного шоколада. Если вы любите только молочный, то вам, наверное, не понравится этот какао. Мне очень нравится, потому что я люблю горький шоколад. Но я бы не сказала, что на вкус это какао, как, например, 80% горький шоколад. Нет, он намного мягче, примерно как 60%, где-то так, 60-70%. Но если вы добавите сахара и побольше сливок, то будет как молочный. Но я добавляю медальное молоко, добавляю заменитель сахара. У меня это стевия. И на вкус он очень классный. Мне нравится, что он немножко горьковат и совсем чуть-чуть напоминает кофе. И по утрам, как такой, знаете, заменитель небольшой, психологически работает. По крайней мере, сейчас на меня. Отказалась от кофе я по некоторым причинам, о которых, может быть, когда-нибудь я вам расскажу. Как бы, может быть, это серьезные причины, может быть, это мифы, как обычно. Но я решила не пить кофе. Но я никогда не откажусь от чашечки кофе где-нибудь в Европе. Зарекаться о том, что я полностью отказываюсь от кофе, я не буду. Потому что, ну, может быть, раз в месяц, раз в неделю я буду в каком-то хорошем месте пить. Если вдруг случайно окажусь в кофейне, то я, да, с удовольствием выпью капучино. Но каждый день я теперь кофе не пью. И от этого мне нормально. Я не чувствую себя вялой. Заказала попробовать новый бренд жвачек с ксилитолом со вкусом баблгам. Я вам советовала с корицей, они тоже классные. А эти со вкусом баблгам. И они намного больше, эти подушечки по размеру. Мне кажется, даже можно одну подушечку раскусывать на два раза. Потому что она очень большая, как будто детская жвачка. Лучше жуйте такие вот полезные жвачки с ксилитолом, чем наши обычные вредные орбиты и так далее. Показываю и запоминайте. Это самые вкусные леденцы, самые полезные леденцы в мире, которые я пробовала. Для детей, для взрослых, если вы любите леденцы на палочках. Здесь очень много леденцов, 50 штук разных вкусов. Сара у меня просто в восторге. Они круглые, маленькие, плоские. То, что нужно для детей, как бы больше и не надо. В одном леденце всего 20 калорий. И натуральные органические добавки порадуют ребенка сладостями полезными. Почему бы и нет? Даже и себя. Я люблю тоже леденцы. В этот раз я впервые заказала сушеный манго именно на iHerb и ни капельки не пожалела. Я давно ищу манго, чтобы в составе практически не было сахара. Вот где бы вы ни были, там в Костка, во всех крупных магазинах, если там продают сушеный манго, сушеные сухофрукты. Мы смотрим состав, и там сахар, 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 большое количество сахара. И в этом манго очень мало сахара. Еще хочу сказать, что у этого варианта сушеного манго самый натуральный цвет, самый натуральный аромат и вкус вообще кайфовый. И здесь в пачке его немало. 227 грамм. Такая вкуснятина, идеальный, мне кажется, заменитель сладостей и конфет. Я люблю манго, а сушеный тем более. Я пока снимаю это видео на лопу из вкусняшек. Это у меня сушеный инжир той же фирмы, что и манго. Тоже вкусный. Я наблюдаю, что здесь нет никаких сиропов сверху. Инжир выглядит очень натурально. Цвет натуральный. Аромат тоже натуральный. На вкус потрясающий инжир. Я всем советую. Извините, что я ем, но я не могу устоять. Мне кажется, что может быть лучше сушеного инжира, сушеного манго. Какие конфеты, девчонки, о чем вы? Посмотрите на эту начинку. Она волшебная. Я так люблю инжир. Сейчас в магазинах у нас появился свежий инжир. Я просто кайфую. Для меня это как наркотик какой-то. Я когда вижу свежий инжир, я его обязательно покупаю. Хоть он и дорого стоит, но я очень люблю даже сары его ест. Потому что сара очень привередливая к таким всяким экзотическим фруктам. Ей только одни яблоки подавай. Но инжир она тоже любит. Я люблю инжир. Сушеный инжир люблю. Так что, девчонки, давайте бросайте все эти конфеты шоколадные, тортики, булочки. Покупайте сушеные фрукты. Даже овощи есть сушеные. В один момент я просто себя остановила, чтобы не доесть. Вот упачка, она открыта. Здесь чипсы еще есть. Я просто хотела вам их показать. До этого я заказывала тоже чипсы сайта iHerb. Такие, знаете, черные с темно-синей кукурузы. А это новые я заказала чипсы из бобов. То есть чипсы из фасоли. Обыкновенные фасоли. Я такие еще не пробовала. Я удивилась. Они тоже очень вкусные. Особенно, когда вы делаете гуакамолли. С авокадо здесь даже на рисунке нарисовано. И этими чипсами... В общем, едите гуакамолли. Это вкуснятина. Так, девчонки, кто следит за питанием, я хочу посоветовать вот эти крекеры. Это типа слайсов. Можно их просто так кушать. Можно кушать с авокадо, с лососем вместо обычных хлебцев. Они крутые. В них есть почти все зернышки в одном крекере, который только существует. Там семена льна, миндаль, тыквенные семечки, обычные семечки. В общем, чай. Иногда сложно остановиться, чтобы не съесть пачку, потому что они на вкус чуть-чуть напоминают чипсы. И немножко, совсем чуть-чуть островатые. Имейте в виду. Кто не любит острое, может вам не понравится. Но они совсем чуть-чуть острые. Наверное, слайсы вам ни к чему показывают, потому что во всех странах СНГ они есть в магазинах и недорого. Здесь мало в магазинах я встречаю вот такие вот разные слайсы. Сара их любит. Они вообще без соли и без сахара, пресные на вкус. Тоже как альтернатива хлебу. С сыром там с чем-нибудь можно кушать. Авокадо, вместо хлеба, в общем. Так, а теперь, девчонки, я покажу вам все семена. У меня, наверное, здесь килограмма два в руках. Это семена, которые я ем и люблю. Здесь у меня три разных бренда. Четыре, да, четыре. Давайте по порядку, быстро. Вот то, что я реально кушаю практически каждый день. Семена чья. Второй раз уже заказываю этот бренд, именно эту упаковку. Очень они мне нравятся. Когда вы замачиваете в жидкости какой-либо, они начинают распухать и становятся такой скользкой текстуры. То есть не всем это нравится, но я люблю такие разные мерзкие текстуры. Мне абсолютно не противно, я не брезгливая. Я наоборот люблю все такое необычное. Поэтому я люблю семена чья еще и полезны. Там с йогуртом, просто так вы можете их замочить. Я с кашей ем. Класс. Какао-бобы. Измельченные какао-бобы, натуральные, без сахара, без ничего. 100% натуральные, измельченные, хрустящие. Я добавляю в кашу. Именно в кашу мне нравится. Там, например, геркулес сварить или что-нибудь еще. И посыпаете разными семенами. Вот я почти все семена по столовой ложке добавляю в кашу обычно. Либо просто делаю такую адскую смесь из семян, и у меня уже получается каша. И вот добавляю такие вот хрустящие какао-бобы. Иногда просто мне хочется их погрызть, похрустеть вместо шоколада. Но они, правда, не сладкие абсолютно, горьковатые, как мой какао-порошок. И вкусные. И три одинаковых бренда. Мне тоже нравится этот бренд. Качественные, всегда очень свежие. Это обычные кунжутные семена. Полезно есть кунжутные семена, потому что в них много кальция, я знаю. Затем у меня обычные семечки наши подсолнуха. Ну, не наши. Обычные подсолнуха семечки, не соленые, не сладкие, прессые. И обычные тыквенные семечки, тоже не соленые, не сладкие. Большие упаковки, удобные в использовании одного бренда. Там тоже, если вы заказываете, по-моему, три, то скидка какая-то идет. Вот что можете посмотреть. Так смешно, я вообще люблю похрустеть. Мне кажется, что в прошлой жизни я была хомяком или белкой. Потому что я люблю орешки, семечки, все такое вот сухое, сухомятку. Не знаю почему, очень люблю. Чего мне здесь очень не хватало, так это меда. Конечно, здесь на полках очень много разного меда. И не всегда он натуральный, не всегда настоящий. Поэтому мне проще всегда заказать Сахер, потому что там много разных отзывов. И на русском, и на английском языке оценку ставят пользователи. Поэтому вы уже понимаете, что вы заказываете. Слепую, придя в супермаркет, вы не всегда знаете, что вкусно, что лучше. Ну и начитавшись отзывов, я заказала для себя впервые лесной мед Манука. Никогда не заказывала, только читала Манука, Манука. Что это такое Манука, что это такое? Было следить. Этот мед не постерилизованный, без каких-либо добавок органически, 100% натуральный. В этом меде нет приторной сладости. Он очень ароматный, напоминает чем-то наш гречневый мед. Этот мед я купила, если вдруг там Сара приболеет, либо я приболею, чтобы более-менее натуральные были какие-то лекарства наши, наши привычные молоко с медом. И здесь как раз на баночке указано, что K-Factor 16. Это обозначает, что в составе как раз-таки не меньше 75% пыльцы Манука. То есть, классный мед. Можете ради интереса заказать, попробовать, но я вам не советую. Потому что это очень вкусные макароны. Макароны написано, да, макарунс. Коконат макарунс. Если вы так же любите кокос, как я, никогда не пробуйте эти макароны. Потому что вы потом, мне кажется, будете заказывать постоянно и съедите сразу за раз всю банку. Можно я достану и съем? Я не могу сдержаться. Это такие маленькие пирожные, полностью из кокосовой стружки. Немножко как будто бы из духовки поджаренные, но они не сухие, а наоборот такие влажненькие. Это как баунти, но без шоколада. Органически, без разных тут. Вот я смотрю, глютена нет, ничего нет вообще. Вообще ничего нет. Сой, глютена, сульфатов, ГМО, ничего нет, а один кокос. Итак, я фанатка разных масел. Особенно масел с топленым вкусом, сливочным, кокосовое, арахисовое, миндальное, все возможные масла. Я люблю и много ем. И это масло ГХИ. ГХИ. Настоящее масло ГХИ. Мне смешно. Это масло не содержит лактозу. Это масло от буйволиц, которые употребляли только травку на чистейших полях. Я не знаю, как за этим следили, но... Сливочное, топленое, посмотрите, прям желтое, не тает, вот как твердое стоит, так и стоит. Если вы не знали, где купить стаканчики вафельные для мороженого, то они продают, вот, как раз таки в iHerb. Обычные вафельные стаканчики. Здесь у меня 12 штук. И вам, конечно, очень повезет, если они придут целые. У меня вот несколько раскрошилось, но мне кажется, даже я сейчас раскрошила перед съемками видео, потому что я бросила сверху. А так они пришли, мне кажется, целые, да. Потому что одна упаковка была полностью целая. Это обычные вафельные стаканчики, в которые вы накладываете мороженое. То есть сейчас летом это актуально. Органайзер для таблеток на 5 дней. Всего лишь на 5, почему-то не на 7. Обычно есть такие у них на сайте, там тоже на iHerb можете посмотреть. На 7 дней, но эти на 5. Здесь большие отсеки. У меня помещается здесь 7 разных таблеток в одном отсеке. Такие вот прикольные. Можно с собой брать в сумке, то есть удобно, чтобы не забывать пить витамины. Для спортзала купила себе L-карнитин для сжигания жира. То есть перед спортзалом выпиваете, тренируетесь, и он способствует сжиганию жира натуральной, то есть ничего в нем вредного нет. И главное просто не переедать, тогда он будет работать. Если вы будете много кушать еды, то, соответственно, L-карнитин не будет работать. И для Сары я заказала шампунь для волос и кондиционер для волос. Все равно я, хоть она и маленькая, но я обязательно добавляю кондиционер на ее волосы, так они намного послушнее, блестяще становятся, хорошо расчесывают. Я заказала вот детский кондиционер для волос, тоже состав натуральный, и шампунь, а также плюс еще гель для душа 2 в 1. В общем, два таких миленьких продукта для Сарочки. Ну все, не буду вас мучить. Вообще у меня еще есть куча косметики, но это, наверное, я покажу в другой раз. В этом видео я показываю только продукты, которые классные, я их употребляю, вкусные, полезные. И все. Я все ссылки оставлю в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажмите где-то тут на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о том, что на моем канале новые видео, чтобы не пропускать их. И я вас очень сильно всех люблю, целую, спасибо за приятные комментарии, за вашу поддержку. Вы у меня просто потрясающие зрители, я вас очень люблю. Пока!